Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня бы я хотела сделать грантинг обдорка химик, который мы используем при скидке. Когда нам попадает грязное пелье, в первую очередь я его очень тщательно просматриваю на наличие разных пятен. Вот сейчас поговорим о том, как можно разные пятна, чем их отстирать. Если это пятна жирного характера, например, с кухней, любой жир, отстирывается очень хорошо вот таким средством, вот мы покупаем в таких больших упаковках, Дима. Он используется обычно для мытья грузового транспорта, вагонов или в мясокомбинатах, для того, чтобы отмыть очень явно сильную грязь. В том числе кровь и все остальное? Нет, кровь. Его берем, разводим. Разводим, я обычно разводила на глаз, то есть в бактери на полтора литровую бутылку наливала воды, и где-то вот когда сверху вот так оставалось, вот заливала эта химия, ее нужно разболтать, потому что она двухкомпонентная. И потом просто на эти пятна забрызгиваешь. Когда они полежат минут где-то 15-20, можно их забрасывать в стирку. Если вдруг попадается кровь, кровь отмывается очень хорошо холодной водой и любым мылом. Из всех мыла, которые мне больше всего нравятся, вот такое темное, не знаю, может быть, вы найдете, чтобы оно было еще потемнее. То есть, чем больше темнее мыла, состав его, тем больше там находится щелочек, которые очень хорошо отмывают. Юлечка, но я уточню, что это для Украины Ара. Если вы смотрите нас из России, то вы вряд ли найдете похожее. То есть, что нужно? Какой-то аналог. По цвету раньше, вот у нас, например, в Советском Союзе, там когда-то давно, не знаю еще, было написано вот 72%. Вот, в принципе, ищите такое. Смотрите дальше по качеству. Очень хорошего еще качества Вани Шмула. То есть, оно еще, кроме этого, отбеливает. Белье становится белее. Неплохое еще белое, в данном случае, это тоже фирма Ара, но есть еще дуру, так называемая, тоже белая для стирки. В него входит еще состав немножко хлорки. То есть, тоже отбеливающего... Отбеливающий эффект. Отбеливающий с отбеливающим эффектом. Если, например, объем пятна, например, большой или их несколько, можно использовать еще вот такое жидкое мыло. Оно сделанное на основе вот этого темного, который 72%. Тоже очень удобно. Эффект от стирки замечательный просто. Юля, объясни, как его использовать? Просто берем... Сначала замываем пятно холодной водой. Всегда холодной. Потом берем просто этого мыла, как обычно. Ну, просто это твердое, а это жидкое. Вот в чем и разница. И просто затираем его очень хорошо. Если оно большое, можно щеткой попробовать, но аккуратно, чтобы не порвать ткань. Есть пятна, например, от какого-то красителя, от каких-то... Например, если белье постирали белое с каким-то темным. Хорошо отходит флоркой. Ну, флорку выбирайте такую, чтобы она не давала желтого эффекта. То есть, просто берете в тазик, наливаете холодной воды, заливаете туда немного флорки и замачиваете, допустим, на ночь. После этого отправляете в тазик. Юля, сколько это немножко флорки? Ну, вот, например, тазик, например, 10 литров, да? Ну, наверное, вот так, наверное, вот так вот. Ну, то есть, стаканчик, да? Стакан где-то, да. Где-то там 150-200 грамм. Где-то да. Кондиционеры у нас остался еще. У нас еще остался этот вот... Когда мы замыли все пятна, когда мы замыли все пятна, мы откроем стирку. Потому что, чтобы стирка была качественной, нужно обязательно сделать предварительное полоскание. Холодной, обязательно холодной водой. А, еще забыла сказать. Когда отстирываете косметику, например, флорку всегда, и флорку, помаду, что угодно, вот это вот уже все хорошо отстирывается теплой водой с мылом. Опять же, я люблю вот этим мылом, чтобы водой отлично все отходит. Юля, еще раз скажи, пожалуйста, что мы отмываем холодной водой? Все, кроме косметики. Косметику мы отмываем теплой водой. То есть, кровь, шоколад, вино и все остальное мы отмываем холодной водой с использованием мыла. Правильно? Да, и если это, например, что-то изюли, допустим, такое, как вино, то лучше забрызгать его дима вот этим. Вот, когда мы используем подобную химию, которая используется на скотобойнях, на грузовом транспорте, на вагонах и на всем остальном такая ядреная, какие это виды пятен? В основном жирные. То есть, жир, который нельзя обыкновенно... В основном, в основном жирный, что это чистое. О, давай. Вот какой. Видите, это были полотенца кухонные, которые все... Вот видите, желтая осталась вода, а полотенца более-менее уже отбили. Если мы сейчас отправим стирку... Вот смотрите, мы их сейчас отправим в стирку. Предварительно сначала пойдет полоскание холодное. После этого минимум на 60 градусов. Потом ставим полноценную стирку, чтобы после стирки было еще минимум 2 полоскания. Или даже, может, 3. Смотрите, когда белье, вот это замытое все, оно выполоскалось, эта вся грязь вымылась. Потом включается режим стирки в 60 градусов. Мы насыпаем туда обязательно порошок, если это белая. Ариэль профессионал для белого. Обязательно добавляем и добавляем немножко хлора. Это не реклама, Юль. Почему Ариэль профессионал, почему нельзя не насыпать ушастый нянь? Потому что белье станет желтым, серым и ужасным. А так, за сколько лет белье стерст белоснежным, просто сиячим. Можно добавить ваниш. То есть, на вашем состоянии... Ваниш какого? Для цветного или для белого? В данном случае... Если вы стираете белое, обставляйте для белого. Вот, вот он. Вот такой. Вот, у нас сегодня идет реклама к ваниш. Ну, и, конечно, и всего остального. Правда, друзья, она не проплаченная. Поэтому, если вы нам надите денег, мы будем счастливы. Леша, сейчас не про это. В общем, стирк насыпаем. Если эта машинка, допустим, на 6-7 килограмм, полстакана где-то, мерного стакана порошка Ариэль профессионал, и в лоток делаете вот такое небольшое углубление, и туда наливаете или в море, или валишин. И вот после первого... Юлечка, скажи, пожалуйста, что там пойдет химическая реакция, и ее как бы можно не бояться. Да. И она появится у вас, но ее быстро смоет. В общем, все будет хорошо. Когда пройдет первое полоскание холодной водой, потом начинается основная стирка. Минимум при 60 градусах. Вот эти пятна, вот это все, из порошок, слотка, начинает вот там вибряться в эту ткань, начинает ее отбеливать. Но самое, где это самое уже окончание стирки происходит лучше всего, когда идет последнее полоскание. Когда перьем выполасывается один раз холодным, в конце, а потом второй раз, вот в этот момент, оно полностью гуссируется. Для того, чтобы оно не было жестким, для того, чтобы оно было приятным. Добавляем, обычно для тканей хребешных в постели, я добавляю вот такой ополаскиватель. Для полотенец вот этот. Вот такой, ну в данном случае это у нас ленор. Хотя вы ополаскиватели, это не обязательно можете, какой хотите, какой вам больше нравится. Юль, есть ли принципиальная разница в ополаскиватель? Нет, никакой. То есть можно, в принципе, брать самый дешевый. И эффект будет такой же, правильно? Да, хочу повторить. Для того, чтобы у вас была стирка, получаясь просто замечательная. Вам желательно, конечно, иметь такую химию. Она есть и в меньших объемах. Выло, флорку, ванишь, можно вместо флорки, можно ванишь. Можно порошковый ванишь вместо жидкого? Можно, да. Порошковый ванишь вместо жидкого можно, разницы никакой нет. Ванишь неважно какой, да. Вот, то есть можно жидкий, можно порошковый, без разницы. Самое главное, вам предварительно просмотреть все пятна, чтобы они не заварились. И хорошо их потом в машинке при правильном режиме постирать. Угу. Вот недавно мы столкнулись с еще одной такой проблемой, когда на тканях начал появляться так называемый химический автозагар. Ну, это когда вот на ткань, на тело, вернее, брызгали, когда человек поспал на этой простыне. Мало того, это был такой ужас, потому что этот химический автозагар начал пачкать не только ту, например, постель, которая уже была запачкана, а в машинке все вместе. Получались такие пятны, которые даже химчистка не смогла ничего... Короче, он растворялся и пачкал все остальное. И так же, да. Что... Ну, к чему мы пришли? Мы просто начали его, это люди, вываривать. Когда его выварили, оно все отошло. То есть долго, при 95 градусах вывариваешь, вывариваешь. Поэтому смотрите, что... Смотрите, что вам больше подходит. Или конкретно какие у вас дня. Желаю вам хорошего дня. Пусть вас всегда берет и чистым. Все, друзья, большое вам спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать под видео. Благодарности тоже мы принимаем. Все. Всем большое спасибо. Божьих благословений и мудрости, когда вы будете стирать ваше белье. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok